Добро пожаловать на пересадочную станцию. И сегодня я вам расскажу очень старую сказку. День клонился к вечеру. Во дворе дома одного провинциального городка на длинной лавочке сидела стайка ребятишек. Это был один из таких вечеров, когда абсолютно ничего не хочется делать. Стояла тишина. Солнце медленно спускалось к горизонту, подкрашивая городок закатными лучами. «Гляди, Витек!» — сказал один из ребят, указывая на развиваемую слабым ветерком простыню, висевшую на протянутой через двор веревке, прям как привидение. «Да ну, не похоже», — ответил тот. «А ты чего, его видел, что ли?» «Нет, но все равно не похоже». В разговор тут же включились остальные ребята и стали доказывать друг другу, похоже или нет. Спор разгорался, в ход пошли крепкие словечки. «Тихо, тихо!» — притормозил спорщиков пухлый мальчик. «Никто из нас ничего не видел, а вот дед Степан, говорят, видел, как я вас сейчас вижу. Но не привидение, а хуже». «А идемте у него, спросим», — поступило предложение. «Идем». «Ай да, побежали». И компания понеслась на окраину городка к избушке деда Степана. Дед Степан, хромой, но крепкий 80-летний старик, встретил ребят радушно и пригласил в дом на чай. Достал им банку варенья и мятные пряники. «Ну, сорванцы, рассказывайте, чего пришли?» — спросил он у ребят. «Дед Степан, а правда, что ты чего пострашнее привидения видел и еле ноги унес? Или это все сказки?» Дед погладил широкую седую бороду. «Зачем вам это, а?» «Расскажи сказку, дед Степан, расскажи, не отстанем», — настаивали ребята. «А вы в штаны не наложите?» — ребята засмеялись. «Ну ладно, раз вы такие смелые, слушайте. Случилось это много лет назад. Я тогда молодой был, горячий, охоту любил страсть, особливо на уток. Вот». Собака у меня была, лайка по кличке Пик. «Что за кличка такая?» — спросил паренек. «Это же по-английскому свинья». «Какая такая английская свинья?» — возмутился дед. «Эх ты, неуч!» — он потрепал его за волосы. «Двоечник. Пик — это от сокращения. Пожиратель империалистической гадины. Мировая собака была умная. Ну так вот. Пошел я с утра на дичь поохотиться, да заодно новое ружье испробовать. Ближе к вечеру добрался до утиной топи. Слыхали атакую?» Гости закивали. «Место безлюдное и странное», — продолжал дед. «Но уток там, что комаров, да все жирные. Ну вот». Подошел я, значит, к болоту. Одежда и ружье намокли от моросящего дождя. Собака принюхивалась к земле и фыркала. Насколько хватало глаз, торчали камыши, осока и болотные кочки. «Пик, вперед!» — скомандовал Степан собаке. Лайка бросилась в заросли. Степан стал пробираться за ней, ощупывая дорогу перед собой длинной жердью. Зайдя уже довольно далеко и ступив на небольшой, поросший мхом островок, он остановился и зарядил ружье. Приготовился. Вдалеке раздался собачий лай. «Пик» поднимал уток. Из камышей выпрыгнула целая туча жирных водоплавающих. Степан скинул ружье и пальнул дуплетом. Несколько уток упали в болото. Он перезарядил, снова вскинул. Но на этот раз то ли он плохо держал ружье, то ли оно было скользким от прекратившегося дождика. Да только от выстрела выскочила из рук и плюхнулась жижу. Бултых, и наверх побежали озорные пузырьки. «Идить, какая сила!» — скрикнул Степан. «Надо же такому случиться!» Он пошарил рукой в болоте. «Что делать? Совсем новое! Вот я растяпа!» Порылся в рюкзаке и достал оттуда железную ложку. Согнул ее и крепко-накрепко примотал к жерде. Получился импровизированный багор. Степан опустил жердь в воду и нащупал дно болота. Метра четыре, не меньше. «Девочка моя!» Он шарил жердю по дну, стараясь зацепить ружье. «Иди к папе!» Он соскучился. «Ну где же ты? Я весь истосковался!» Жердь зацепилась за что-то объемное и никак не отпускала, несмотря на все попытки. «Придется тащить!» — подумал он. Жердь шла тяжело и неохотно, но вот на поверхности показалось что-то напоминающее бревно, опутанное ржавой цепью. Степан выволок его на берег и принялся очищать от налипшей болотной травы. Очистив бревно, он страхи отпрянул в сторону. Перед ним лежал утопленник. Если быть точным, болотная мумия, законсервированная жидким рассолом стоячей воды и растворенными в ней минералами. Есть такой эффект. Длинные волосы, коричневое лицо с павшими глазницами, открытый рот, пытающийся вдохнуть вечернее небо. Кривые желтые зубы, скрюченные пальцы рук, остатки одежды, напоминающие кафтан. Один истлевший сапог на ноге. Все это туго перетянуто ржавой цепью. В груди утопленника торчала железка. «Похоже на обломок штыка», — предположил Степан, поежившись. Видать, его убили, а после бросили в болото. Надо будет похоронить по-человечески. Одежда-то какая древняя. Похож, давно плавает. Он подошел поближе, уперся ногой мумии в грудь, а руками ухватился за штык и потянул. Железка с хлюпающим звуком вышла наружу. «Нет, это не штык. Это какой-то клин, причем даже не ржавый», — размышлял Степан над находкой. Он бросил его на землю и вернулся к выуживанию ружья. Пик, держа в зубах пару уток, высунулся из заросля соки. «Вот ты где! А я думаю, где тебя черти носят?» — обратился Степан к лайке. Собака печально посмотрела на него, выпустила из зубов добычу и жалобно скуля скрылась в зарослях. «Пик, ты куда? Ко мне! Ко мне, шельмец!» Собака не реагировала на команду и продолжала удаляться от островка. «Че это он?» — спросил Степан сам себя. За спиной хлюпнуло. Он обернулся, вроде ничего не изменилось, только утопленник теперь не показывал небу свои кривые зубы. Его голова лежала на боку, повернутая к Степану. Рот был слегка приоткрыт, и из него вытекала болотная жижа, вынося наружу пиявок и водяных жуков. Один из глаз был открыт и смотрел на охотника с дутым темно-желтым глазом. «Фу, ты чуть не напугал!» — обратился Степан к мертвецу и продолжил вылавливать ружье. Наконец он поддел ружье, потянул жерсть наверх, сорвалось. Еще раз пошарил и зацепил за ремень. «Ну, наконец-то!» За спиной снова хлюпнуло. Степан обернулся на звук. Покойник смотрел на него двумя широко раскрытыми глазами. Рот был открыт, голова чуть приподнята. От пяток до макушки у Степана прошел озноб. Он начал поспешно вытаскивать ружье из болота, постоянно оглядываясь назад. Ему уже удалось вытащить оружие, когда он заметил движение. Степан медленно повернулся. Утопленник, выплескивая изо рта и ушей, ручьи вонючей мутной жижи пытался сесть. Ему это удавалось трудом, мешали цепи. Грязные волосы налипли на лицо, руки дергались, пытаясь сбросить ржавые оковы. «Матерь Божья!» – прошептал убежденный атеист Степан и перекрестился. Мертвец замер, посмотрел на него безжизненным взглядом. «Даже!» – произнес он. «Даже!» – Степан выточил из воды ружье, звел курки, направил его в сторону утопленника и нажал на спусковой крючок. Щелкой из стволов потекла мутная жидкость. Разложил двустволку дрожащими пальцами, принялся вытаскивать стрелянные гильзы. Те же никак не хотели выниматься. Наконец, ломая ногти, ему удалось извлечь непослушные железяки. Теперь предстояло зарядить ружье. Утопленник освободил руки и встал на четвереньки. Теперь он пытался подняться на ноги. «Дай! Дай!» – пытался говорить он, плюясь протухшей водой. Первый патрон вошел в дуло сразу, а вот второй дрожь никак не давала вставить. Мертвец, сбросив остатки цепей, встал во весь рот и двинулся на суетившегося человека. Второй патрон встал на место. Степан сложил двустволку, взвел курки. В этот момент утопленник, крича что-то нечленораздельное, с упорством рысь и прыгнул на него. Человек, не целясь от бедра, выстрелил в летящее тело из двух стволов сразу. Картечная волка нашла цель. И мертвец с удивленным выдохом был отброшен на несколько метров назад в камыши. Степан, не разбирая дороги, бросился к берегу утиной топи, на ходу перезаряжая ружье. «Теперь понятно, почему убежал пик», – сделал вывод Степан. По пояс в воде он добрался до берега, когда увидел, как в его сторону движутся мелкие пузырьки. Под водой, поросшей зеленой ряской, к нему что-то приближалось. Он не стал выяснять, что это, а выстрелил по пузырькам из одного ствола. Из воды вынурнул утопленник и, пролетев по воздуху пару метров в сторону, ушел под воду. Прям как дельфин. Невольно подумалось охотнику, и он выстрелил второй раз из другого ствола. Степан стал вылезать на берег. Осталось достать ногу в высоком болотном сапоге, как в нее словно тисками вцепился утопленник. «А-а-а, Контра, отпусти!» – заорал он. Из болота показалась коричневая длинноволосая голова. В одном ухе у нее висело массивное золотое кольцо. Мертвец цепко держал ногу крючковатыми пальцами и тащил ее обратно в трясину. «На-а-а!» – крикнул Степан, саданув его прикладом промеж глаз. Нежить упала в болото, распоров ногтями сапог и сухожилия на ноге. Охотник, хромая и брызгая кровью на вечернюю росу, появившуюся на траве, поковылял к избушке, стоявшей неподалеку. Это был охотничий домик. Степан изредка останавливался в нем на ночь. «Дед Степан!» – шепотом прервал его рассказ один из мальчиков. «Что, милок? Можно мне еще пряников с чаем?» «О, сейчас-сейчас!» Он направился на кухню, хромая и опираясь на самодельную клюку. Послышался звук открывающегося буфета, звон чайника, ставящегося на плиту. «Чего-то мне непонятно. Он все выдумывает, что ли?» – спросил веснушчатый паренек. «Не-а, мне моя бабка говорила, что это правда, а когда в округе что-то непонятное случается, все за советом к Степану уйдут», – ответил любитель пряников. «А, по-моему, все это брехня», – ухмыльнулся самый старший из них. «Дед из ума выжил, вот и несет околесицу. Тихо, он идет!» Дед вышел с кухни с целой вазой разнообразных пряников и печенья. «Вот, погрызите, пока чайник закипает!» Ребята налетели на угощение. «Ну так что, дальше-то было?» – поинтересовался старший. «И вот я доковылял до охотничьего домика». Степан валился в избушку, тут же закрыв толстую дубовую дверь на тяжелый засов. Перезарядил ружье и начал рыскать по полкам и коробам. В таких избушках проходящие и ночующие охотники оставляют продукты, спички, патроны и так далее. Так они помогают друг другу, а также заблудившимся и измученным людям, попавшим в тяжелое положение в лесу. Но каждый проходящий должен был что-то оставить в домике. Если, конечно, мог. Наконец Степан нашел то, что искал – аптечку. Он срезал сапог, обработал рану и перебинтовал ее. Свет не зажигал, боясь себя обнаружить. Нашел в коробе несколько консервных банок с тушенкой, открыл их ножом. Ружье, нож и ополовиненный патронтаж – вот и все, что у него было. Рюкзак со всем скарбом остался на островке. Он нашел коробку патрон, но, к сожалению, они были от карабина и не подходили к двустволке. В лес пришла ночь. В маленькое окошко светил месяц разбавленным полупрозрачными облаками светом. В дверь поскреблись. Степан поднял ружье, собираясь выстрелить. – послышался собачий скулеж. – Пик, пришел! – обрадовался он. Тихонько открыл дверь, собака тут же шмыгнула внутрь. Степан задвинул засов и наклонился к ней. В зубах у пига был давешний металлический штык. – Ай ты мой красавец! – он трепал его по загривку. – Давай-ка взглянем, что ты приволок. Степан стал внимательнее рассматривать трофей. – Нет, это не штык и не клин. Это кол. Причем серебряный. – думал он вслух. – Во попал! Собака улеглась под койкой, положив голову на лапы. Падающий на пол из окна луны свет перекрыла длинноволосая голова. Утопленник взглядывался внутрь избушки. Степан выстрелил из обоих стволов. Послышался звон стекла, звук падающего тела. Потом быстрые шаги и плеск болотной воды. Кажись, ушел. Дрожащим голосом проговорил охотник, перезаряжая ружье. Пик жалобно подвывал. Усталости нервы взяли свое. Степан уснул за столом, не выпуская из рук спасительного оружия. Раненая нога подергивалась осаднящей боли. Ему снилось, как мертвец тащит его на дно болота. Послышался вой пига. Степан проснулся. «Ты чего воешь? Чуешь чего? Я знаю, чуешь!» Он поставил на стол ящик с ржавыми инструментами, поднял с пола стреляные гильзы. Плоскогубцами оторвал от карабинных патрон штычки пуль, высыпал порох в тарелку. Строго дозируя взрывоопасный порошок чайной ложкой, стал насыпать его в ружейные гильзы, прижимая сверху тряпочным пыжем. В одну гильзу поверх пыжа положил рыболовные грузилы и крючки, в другую нарубленные кусочками вилку, в третью тонкую стальную проволоку. Страшная вещь при попадании. Последнюю хотел положить гайку, но передумал. Вместо этого приложил к дулу серебряный кол. Его диаметр был чуть-чуть больше диаметра ствола. Степан взялся за напильник. Изготовленные патроны и кол он закрепил отдельно на патронташе, на пасашок, так сказать. Пес громко заскулил и забился еще дальше под койку. Секунду спустя над болотом прокатился звук боевого средневекового рога. Степан осторожно выглянул в разбитое окно. Месяц ярко освещал топь. Звук раздался снова. На вершине возвышающегося посередине болота бугра стоял утопленник и дул в древней закрученной по спирали рог. Звук повторился в третий раз. Земля вздрогнула, болотная вода начала вращаться вокруг бугра. Одновременно понижался и уровень болота. Вода уходила, обнажая склизкое дно, наконец совсем пропало. Дно пришло в движение. Из-под слизей водорослей начал пробиваться густой, как дымовая завеса туман. Он заполнил собой всю опустевшую чашу болота до краев. Туман был живой. Он бурлил и клокотал. Утопленник отбросил рог и пошел по нему, как по твердой почве. Задребежал крышки вскипевший чайник. «А ну-ка, пацанята, готовьте чашки!» Заулыбался дед в бороду и направился на кухню. «Вот заливает!» — снова сказал старший. «Быть такого не может. Сказка она и в Африке сказка». «Да брось ты, так не врут!» — осадил его веснушчатый мальчик. «Ты в глаза его посмотри, он будто снова там, на болоте!» «А вот и чаек!» Дед вошел в комнату и начал разливать чай из двух рук. В одной был заварник, в другой чайник с кипятком. «Дед Степан, тебе страшно было?» — допытывались ребята. «Еще бы! Я до сих пор наутиную топь не ногой. Чего варень-то не едите? Попробуйте-ка вот этого!» Он выставил на стол очередную банку. «Дед Степан, а кто был мертвец этот?» «А шут его знает. Видать, ведьмак древний. Эк он людям насолил, раз его в цепях и сколом в груди в болото бросили. А я с дуру кол вытащил, похоронить его хотел. У всех чашки полные? Добрые. Тогда слушайте дальше». Туман полз по земле, подминая под себя траву и молодые деревца. Он был настолько плотным, что не пропускал свет месяца. По всей его поверхности то открывались, то закрывались многочисленные глаза. Стало совсем темно. И Степан зажег керосиновую лампу. Пес затих. В дверь гулка стукнула. Через разбитое окно в избу проникла полоса тумана с моргающим глазом и начала исследовать помещение. Ее внимание привлекла лампа. Полоса заползла в пятно неяркого света. Тут же вспыхнула и осыпалась пеплом. Снаружи послышался рев. «Что, не любишь?» Сказал Степан. Внезапно крышу домика снесло мощным ударом. Лампа упала и разбилась. Вспыхнули сухие доски пола. Следующим ударом туман разнес в щепки половину избы со стороны двери. Степан на одной ноге допрыгал до полок, схватил стеклянный бутыль с керосином и разбил его об пол. Полыхнуло пламя с человеческий рост. Туман отпрянул. Пик выскочил из-под обломков койки и тут же был схвачен молочно-белой рукой. Он был поднят на несколько метров вверх. Могучая рука ударила визжащего пса об толстое дерево, и он разлетелся на куски окровавленного мяса. Дед пальнул в туман. Заряд пробил в нем длинный, сразу сомкнувшийся туннель. Потом выскочил из пылающих остатков избы и встал в мерцающем круге света. Туман пытался достать его руками, но они мгновенно превращались в пепел. Степан снова зарядил ружье. Патроны катастрофически заканчивались. Белая пелена резко отступила, и перед ним предстал утопленный в древности ведьмак. В обеих руках он держал по длинному кнуту. «Не думаю, что ты исключение исправил!» Прошипел он. «Я выпью из тебя жизнь, как из сотен тебе подобных, и эта пищаль тебе не поможет!» В ответ охотник выстрелил ему в живот двумя последними заводскими патронами. В наличии остался только самопал. Ведьмак упал навзничь, но через пару секунд поднялся и нанес удар. Кнут пошел кольцом по земле, быстро разворачиваясь. Охотник отскочил в сторону, и кнут, как бритвы, срезал горящий угол избы. В стволы ружья скользнули вилочный и проволочный патрон. Выстрел вилочным снес ведьмаку ухо золотой серьгой, но тот не обратил на это внимания, а замахнулся вторым кнутом. Ружье выплюнуло из себя моток проволоки. Она развернулась перепутанной сетью и нашинковала руку с кнутом, приготовленную для удара. На влажную от росы траву упала скрюченная кисть с подрагивающими пальцами. Утопленник уставился на оставшуюся от руки культю. Остался один заряд с рыбачей снастью и кол с набитой порохом гильзой. Степан быстро перезарядил ружье. Ведьмак обернулся и получил в грудь серебряный, еще горячий от выстрела кол. Он завыл от боли, взмахнул оставшейся рукой и кнут цепко обвел ноги Степана. Он, не удержавшись, упал. Ведьмак бросил кнут и одним рывком вытащил кол. Вдруг по ночному лесу прокатился жуткий рев вспыхнувшего, как топливный пух, тумана, и он превратился в медленно оседающие хлопья пепла. Ведьмак, уже начавший подтягивать к себе за кнут человека, обернулся и застыл в ужасе. Степан посмотрел в ту же сторону. Из бывшего болота вырывались языки пламени, а на уже знакомом бугре стоял человек в длинном кожаном плаще с поднятым высоким воротником. Из его спины торчали два больших передпончатых крыла. Волосы были зализаны назад. «Деда, а это кто с крыльями?» Вновь прервали его ребята. «С крылами-то?» «Да этот, ядрите налево!» Он зачесал седой затылок, силе вспомнить. «Князь тьмы собственной персоны!» Дед многозначительно поднял вверх указательный палец. «Ну вот!» С дна обезвоженного болота выскочил пучок огненных щупалец, обвил ведьмака и потащил в сторону бугра. Тот пытался выпутаться, кряхтел, извивался, но кнут не отпускал. Степана волокло вслед за утопленником. Он цеплялся одной рукой за землю, а в другой сжимал практически бесполезное ружье. Ужас происходящего просто парализовал. «Нет! Я не хочу! Я не хочу умирать! Этого не может быть!» Пронеслось в голове Степана, но боль в рассеченной ноге доказывала реальность происходящего. Он как мог точно прицелился и выстрелил. Последний заряд перебил кнут у самого берега исчезнувшего болота. Степан разрезал ножом путы и заглянул за кромку берега. Дна болота не было. Глубоко внизу кричала и стонала человеческими голосами огненная бездна. Ведьмак, опутанный щупальцами, болтался совсем рядом. Кафтан на нем начал тлеть. Человек в плаще спрыгнул с бугра и, плавно размахивая крыльями, завис напротив вставшего пленником утопленника. Он схватил пятернёй его за нижнюю челюсть, тот сдрогнул. Медленно и задумчиво стал поворачивать голову сначала влево, затем вправо, как бы рассматривая он не он. «Радость моя», – произнёс крылатый с издёвкой. «Куда же ты подевался? Мы все тебя так заждались. Я даже распорядился выделить тебе отдельные апартаменты с замечательным видом на один из кругов ада. А тебя всё нет и нет. Весь в делах да в заботах. Принимайте дорогого гостя!» Приказал он серьёзным тоном. Щупальца молниеносно уволокли свою добычу вниз и скрылись вместе с ней в пламени. «Жить!» Донеслось оттуда. Князь тьмы посмотрел на испуганного Степана и погрозил ему пальцем. Хлопая крыльями, он стремился вслед за ведьмаком. Края бездны с утробным стоном сомкнулись. Выступившая на болотном дне мутная вода начала быстро пребывать. От всего пережитого Степан потерял сознание. «Очнулся я утром. Комары всю рожу искусали. Глядь, а вокруг будто ничего и не было. Всё чинно да благородно. Болото нетронутое, птички поют, уточки летают. Только на месте избы угли дымящиеся. Собрал я всё, что от пига осталось, и похоронил под берёзкой». Дед замолчал и уставился в пол, поглаживая бороду. «Это ж сколько лет пролетело». Его глаза стали влажными, и он продолжил. «Да ковылял кое-как до ближайшей дороги, а там на попутной подводе домой. Вот и весь сказ». «Да не может такого быть!» Не выдержал старший из ребят. «Не веришь?» Удивился дед. «Ну тогда смотри». Он похромал в чулан, там что-то загремело. Вышел, держа в руках трёхлитровую стеклянную банку с толстой железной крышкой, перетянутую металлической скобой. Стер с неё пыль и поставил на стол. «Посмотрите-ка!» В мутной зеленоватой жидкости что-то плавало. Ребята подвинулись поближе, и в то же мгновение в их сторону метнулась оторванная кисть утопленника с потрескавшимися чёрными когтями. Она начала скрести стекло, пытаясь выбраться и вцепиться в испугавшихся мальчишек. Ребята с криком отскочили. «Теперь верите?» Все закивали. «То-то! Идите-ка домой, темно уже, а то вам от мамок достанется!» Мальчики, сломя голову, побежали по домам, в пути вздрагивая от каждой тени. Дед Степан достал бутылку беленькой, налил стакан до краёв и пододвинул банку поближе. Кисть снова заскреблась, пытаясь добраться до человека. Он чокнулся с банкой. «И тебе не болеть!» Залпом осушил стакан и со всей силы грохнул им об стол. С возвращением! Вот такая у нас сегодня была очень старая сказка. Если вам понравилось, обязательно поставьте лайк и напишите свой отзыв в комментариях. Ну а чтобы отправиться в следующее путешествие, просто выберите одну из иконок на экране. И до встречи в следующих мирах!